Добрый день! Сегодня в своем видеоблоге я хочу рассказать и показать, какую обувь необходимо малышам носить, когда они начинают учиться ходить, когда они уже не только сидят и ползают, а уже стоят на ножки. Как только они начинают это делать, нельзя никаких ни носков, ничего. Надо покупать обувь и одевать им. Во-первых, они должны к ней привыкать, во-вторых, изначально с самого рождения, как только они начинают ходить, нога должна иметь правильное формирование, чтобы потом по ортопедии не было никаких проблем. Изначально мы купили вот такого типа обувь, не именно эти, а просто вот такого типа. Застежка только была вверху, соответственно, была ортопедическая стеречка, все как положено. Эта обувь нам не подошла, потому что я одела эту обувь своему ребенку, и он начал косолапывать, подворачивать ногу вбок или вовнутрь. Я уже точно не помню. Точно помню, что было подворачивание ноги. Мы обратились к ортопеду, я испугалась, я подумала, что у нас какие-то проблемы по ортопедии. И врач дала пояснение, что такого типа обувь для детей, которые начинают только ходить, не следует покупать, потому что она не совсем корректна для них. И тогда мы купили вот такую вот обувь. То есть внутри ортопедическая стеречка, сзади зафиксирована хорошо ножка, и по всей длине тоже зафиксирована ножка. То есть вот такого плана. Не обязательно, конечно, эта модель, но ножка должна быть зафиксирована. Можно, чтобы вот здесь пяточка была зафиксирована, здесь и вот здесь. То есть пальчики, все, чтобы как положено. Чтобы немножко была такая утяжеляющая, но была удобная и практичная. Как только мы поменяли обувь, у нас перестала подворачиваться ножка, и, скажем так, эта проблема у нас отошла. Если мы в процессе, скажем так, нашего роста, и когда мы меняли уже обувь, мы брали ребенка, ехали в магазин, одевали ему обувь и смотрели, как он ходит. Ножка подворачивается или не подворачивается. Или искали вот такого вот принципа обувь. Даже сейчас в детском саду, у меня по этому поводу есть отдельный видеосюжет, тоже рассказывается, какая должна быть обувь у малышей, чтобы не возникло никаких проблем. Вот и все, что я хотела вам рассказать и показать. Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего интересного и полезного для себя.